Всем привет! С вами Ольга и сегодня будет рубрика пустые баночки. У меня накопилась уже целая коробка, поэтому давайте вместе сегодня их и разберем. Начну я со средств для волос. Вот такой абсолютно пустой флакончик. Это спрей двухфазный питательный для всех типов волос из серии Salon Care с ценными маслами. Раньше я очень часто пользовалась именно всей серией. То есть это было шампунь, и бальзам, и маска, и вот это вот масло, и сыворотку еще покупала для кончиков. Ну, наверное, повторяла, я так думаю, раза 3-4 вот всю эту линейку. Потом что-то мне как-то поднадоело. Я не могу сказать, что она плохая, просто много новинок появилось в каталоге, и поэтому я от этой серии постепенно ушла. Вот, хотя, поскольку она очень хорошо питает и ухаживает за волосами, вот я так думаю, что как раз, наверное, стоит в скором времени ее повторить. Ну, а что касается вот этого средства, так его можно использовать вместо, например, кондиционера. То есть если вы уже помыли голову, вы так его встряхнули, распылили на волосы, можно наносить на всю длину. Ну, он не ожирнит, не утяжеляет, но не могу сказать, что будет прям вот несколько дней голова свежая. То есть вот именно в день использования все хорошо, а вот на следующий день, ближе к вечеру, уже, ну, видно, что голова не совсем свежая. Второе средство тоже для волос. Умный кератин, несмываемый мист-кондиционер. Вот последнее время он мне как-то больше нравится, хотя это единственное средство из линейки с кератином, которое мне вообще подошло. Потому что если брать шампунь, маску, что там еще, бальзам есть, ну, в общем, мне не подходит эта серия, потому что она делает мои волосы просто сосулями. Они прямо свисают, как будто они уже изначально грязные. То есть вот я помыла, высушила и все вот это вот висит. А вот этот спрей, он просто замечательный, он хорошо тоже ухаживает за волосами, подходит как кондиционер. Вот, например, сейчас я пользуюсь шампунем для густоты волос, а до этого я пользовалась от выпадения волос. И я именно вместо кондиционера использовала вот такой вот несмываемый мист. И сейчас, кстати, тоже, сегодня тоже я им пользовалась. Сразу как раз оценить результат, что, видите, волосы нежирные. Ну и, в общем-то, вот этот спрей ведет себя очень хорошо. Теперь парфюмерия. Закончилась у меня вот такая водичка Каори Бамбу. Я ее приобретала один раз и пользовалась довольно долго. Вот мне очень этот аромат нравился на весну. Сейчас я просто посмотрела, ну, так там мало осталось. Думаю, надо допшикать уже и все, чтобы на место на полке не занимало. Это очень свежий такой травянистый зеленый аромат. Он не сладкий, на мой взгляд. Прям вот травяная такая свежесть. И на весну, говорю, он мне очень-очень хорошо подходил. Вот, потом как-то летом захотелось чего-то другого, и я его отставила. Ну, не могу сказать, что вот прям вау. Просто, может быть, это не мое направление. Вот был момент, когда мне очень нравилось. Потом как-то спокойно сейчас допшикало. Ну, на данный момент не горю желанием повторять покупку. Может быть, весной что-то изменится, и я опять захочу. Не знаю. Ну, вот на настоящий момент так. А вот этот зато аромат я уже повторяю третий раз. Это уже третий пустой флакончик, который у меня есть. Аромат называется дезерабль. И он полная противоположность тому, что я вам только что показывала. Этот аромат теплый. Он цветочно-фруктово-кофейный. С какими-то нотками десерта. Ну, в общем, что-то такое очень аппетитное. И стойкое, приятное. И больше подходящее все-таки на прохладное время года. На мой взгляд, осень-зима – это вот самое то время, когда хочется носить этот аромат, повторять его, опять заново его распылять, чувствовать. Ну, мне вот, честно, очень нравится. Конечно, нельзя вот так вот взять и порекомендовать однозначно, что вам тоже понравится, если мне нравится. Но давайте я внизу оставлю на всякий случай артикулы пробничков этих ароматов. И можно заказать в любом случае пробник. И понять вообще по направлению, ваше это или нет. Но вот по постам, например, в инстаграме я этот аромат уже пару раз выкладывала. И в сторис. И было очень много комментариев, что девчонки писали, я его тоже обожаю. Или, например, что я купила по вашему совету и тоже влюбилась в этот аромат. Он такой теплый, шикарный. Ну, в общем, ладно. Оставлю я все-таки артикул пробничка. Ну, а вы уже сами решите. Для очищения кожи лица закончила опять вот такую пенку. Она у меня, по-моему, в каждом видео и в каждых пустых баночках и почти, по-моему, в каждых покупках. Я ее просто обожаю, правда. Здесь немножко, тут 150 мл. Но, тем не менее, за счет вот этого дозатора получается, что из жидкости мы получаем такое легкое облачко этой пены. Она очень-очень деликатная, замечательно очищает кожу, ухаживает за ней, не сушит ее. Ну, в общем, не знаю. Для моей кожи, причем независимо от времени года, потому что летом она у меня комбинированная и иногда бывают даже проблемы в виде всяких там воспалений. А в холодное время года она у меня нормальная. Так вот, независимо от времени года, я довольна этой пенкой. Вот с прошлого года я ее как начала покупать и не могу никак остановиться, повторяю покупку снова и снова. То же самое могу сказать про мой любимый тоник. Это витаминный тоник для лица. 100 мл. Есть вот такой вот распылитель. Можно распылять на лицо, можно распылять на руку, на ватный диск. В общем, как вам удобно. Он очень хорошо тоже ухаживает за кожей и подготавливает ее к дальнейшему уходу. Еще из серии ICL закончился вот такой CC крем. Тут SPF 15 и объемчик у него 30 мл. Крем этот представлен в одном единственном оттеночке. И у меня сейчас искусственное освещение. Не знаю, насколько будет точно передан цвет. Давайте я просто сюда приложу фотографию, которая у меня есть при дневном освещении нормальном. В общем, что хочу сказать по поводу этого крема. У него достаточно легкая текстура. Вот по аромату мне он почему-то напоминает какой-то детский крем. И он хорошо распределяется. Крем этот не только выравнивает оттенок кожи. SPF 15, соответственно, защищает от воздействия солнечных лучей. И еще плюс к этому он питает кожу, увлажняет и ухаживает в течение дня. Значит, я пробовала по-разному им пользоваться. И мне вот больше всего эффект нравится, если я наношу именно на очищенную кожу. То есть без какого-либо дополнительного дневного основного крема. Прямо вот умылась утром, тоником попшикала. Прошло 5 минут, наношу вот этот крем и все. В общем-то, вот сейчас, кстати, он у меня как раз на лице, потому что сегодня я его и закончила. Я тут начала разгребать свои полочки и у меня что-то столько всего начатого. Я думаю, надо это все закончить и уже, чтобы как с духами освободить место. Ну и с кремом, в общем-то, то же самое. Именно как крем лежит на очищенной коже просто, мне очень нравится. А вот если вы будете наносить этот крем именно поверх своего обычного дневного, может быть, сыворотки какой-то, есть большая вероятность того, что крем будет виден. И у меня даже был такой случай, что я нанесла вот так вот при искусственном освещении дневной крем сверху вот этот. И хорошо, что я успела дойти только до машины и в нее сесть. И мне не надо было никуда, в общем-то, идти. Там типа в школу за ребенком или в магазин. Потому что я так думаю, что люди бы испугались, если бы меня увидели. А я когда в машину села, у меня привычка, я сразу открываю зеркало на козырьке и смотрю. Я думаю, господи, я смотрю на себя, а у меня все поры прям. Ну, в общем, все, что мне надо было скрыть, оно все наоборот, вот прям как на ладони. Ну что, я закрыла машину, пошла домой, все это сняла, нанесла крем на просто очищенное сухое лицо. Без каких-либо дополнительных средств. И, в общем-то, картинка поменялась просто в корне. Следующая партия баночек, это уже продукты для здоровья. Закончилась у меня омега-3-6-9. Здесь в составе масло льняное холодного отжима, рыбий жир, масло семян тыквы, желатиновая капсула. Это желатин, глицерин, вода дистиллированная. И масло семян амаранта. Вот такой составчик. В упаковочке тут 60 капсул. Ну, вот, в общем-то, они выглядят так же, как рыбка, которая из них выложена. И нужно принимать по 2 капсулы в день. Поэтому вот такой вот упаковки вам хватит, в общем-то, на месяц. Эту добавку можно использовать на постоянной основе, потому что тут просто витамины и, в общем-то, ничего такого лишнего нет. Это надо организму абсолютно всегда. Поэтому омегу-3-6-9 я вообще принимаю на постоянной основе. Следующая пустышка черника плюс. Тут тоже 60 таблеточек в банке. И надо принимать по 2 штуки в день. То есть тоже на месяц. Это я пью не на постоянной основе, курсами. Как бы банка кончилась. И потом я через какое-то время повторяю покупку. Я замечаю от этой добавки, так это то, что глаза меньше устают. И вот, например, я ношу постоянно контактные линзы. Конечно, я пытаюсь не ходить в них долго, а как вот пришла вечером домой, что мне уже не надо никуда идти, то я их сразу вытаскиваю, надеваю очки. Ну, в любом случае, я постоянно сижу в компьютере, постоянно в телефоне, инстаграмы, чаты и все остальное. Поэтому у меня глаза устают. И вот, когда я пропиваю курс вот этих таблеточек с черникой, то могу сказать, что утомляемость именно вот такая вот снижается. И даже глаза к вечеру не такие вот раздраженные, меньше краснеют. Потому что от линз у меня такое, к сожалению, бывает. Ну, других чудес отметить не могу. Последняя бутылочка, она вот как раз была закручена не до конца, поэтому немножко грязненькая. Алоэ баланс – это концентрат напитка. Его хватает на 20 порций. И как же мы его применяем? Утром в стакан воды нужно добавить одну чайную ложку, перемешать и, в общем-то, выпить. Этот концентрат положительно влияет на пищеварительную систему, а также обеспечивает легкое и, главное, регулярное очищение организма. Для душа закончила я два вот таких геля. Ботаника – это абсолютно бюджетная серия для ухода за телом. Тут просто вот такой вот был прозрачный гель. Мне очень нравится аромат, потому что тут пион и черная смородина. Аромат прямо вообще супер-супер. И если у вас кожа не склонна к раздражениям, не склонна к сухости, ну, то есть просто вот у вас нормальная кожа, то такой гель можно смело брать. Он не будет ее сушить. И второй гель – это уже смузи называется для душа. У него кремовая такая вот желеобразная даже текстура. Он очень тоже приятный. Также он не сушит кожу, ну, даже если она у вас, между прочим, склонная к сухости. Просто когда начинается холода, у меня на ногах кожа становится немножечко такая более сухая, чем на остальных участках тела. И гель этот тоже не сушит. Объем тут, так, тут 215 мл, а в этом геле 250. Разница, ну, не очень большая, но вот этот вот стоит дороже. Мне вообще нравится серия Суперфуд, но любимый у меня все-таки гель вот из этой серии – это авокадо. Наконец-то я закончила крем из серии Варио. Этот крем предназначен для кожи вокруг глаз. Тут просто изумительная упаковка. Меня очень умилило вообще, когда я только увидела вот эту баночку. Я думаю, боже, какая прелесть. Такая маленькая, хорошенькая, аккуратненькая. Внутри крем. Он имел приятный аромат, приятную текстуру. Такую, знаете, довольно плотненькую маслянистую. Я полностью его вымокала, мне прям даже показать нечего. Но мне он абсолютно не подошел для кожи вокруг глаз. Я даже обращалась в обратную связь с этой проблемой, потому что я прямо отекаю от него. И я не мажу веки, я не наношу большой слой. Я уже много лет пользуюсь кремом для кожи вокруг глаз. Я точно знаю, что его надо использовать небольшое количество. Его надо наносить прям вот осторожно по массажным линиям. Не мазать само подвижное веко, потому что можно тогда получить припухлость, отек и все такое. Но вот не получилось у меня вот с этим кремом. Хотя я видела в инстаграме, девчонки, на ютубе много обзоров. Очень хорошие отзывы. Прямо у кого-то и веко подтягивается. Ну, я имею в виду, вот прям чуть ли не так становится. Вот. Еще какие-то чудеса. Ну, видимо, это мое какое-то личное непереносимость, может быть, компонентов. Потому что, в общем-то, обратная связь мне так ничего внятного и не ответила. Так что для меня, к сожалению, данная покупка оказалась бесполезной. Поэтому вымазала я его на руки. Неплохой, кстати, результат. Кожу он действительно на руках, по крайней мере, хорошо увлажнил, напитал. И тут ничего лишнего в виде отеков я не получила. Вот. Ну, в общем-то, все. Для мытья посуды закончился вот такой концентрированный бальзам с депантенолом. У него очень был классный аромат. Клубника со сливками. Прямо, ну, просто необыкновенный, как конфеты. Особенность этого средства в том, что оно может использоваться для мытья детской посуды. Буквально 0+. То есть, прямо с рождения можно мыть бутылочки, соски и все остальное. Еще это средство хорошо работает по прямому назначению. Ну, то есть, очищает жир. В общем-то, загрязнения различные из посуды. И не пересушивает кожу рук. То есть, получается, мы и посуду моем, и за кожей рук ухаживаем. И еще вот тут вот сзади написано, что можно в концентрированном виде использовать для удаления жира или засохших загрязнений. Потом можно замачивать посуду, если какие-то более сильные загрязнения, которые требуют большего такого воздействия. Еще можно это средство разводить в пропорции от 1 к 1. То есть, одна порция воды на одну порцию. Такое же средство. До 1 к 3. Средства это биоразлагаемые. Подходят для мытья посуды домашних животных в том числе. В общем, много здесь плюсов на самом деле. Приемлемая цена. Особенно по акции приятно, когда они стоят по 149 рублей. Вообще, по-моему, здорово. И еще есть такой бальзамчик с ароматом миндаля. Тоже очень приятный. Ну и на сегодня буду заканчивать. Хотя, конечно, банки пустые у меня еще остались. Но я лучше сниму еще одно видео, чем буду надолго затягивать это. Все ссылочки на товары, которые я показывала в этом видео, можно найти внизу в инфобоксе. Там же, кстати, есть и мои контакты. Спасибо большое за внимание. Приятных всем покупок. До новых встреч. И всем пока. Продолжение следует...